Это проект Смотри Хабаровск. В студии Надежда Выходцева. Сегодня мы будем говорить об одном из самых больших районов Хабаровска, индустриальном. Там живет наибольшее количество горожан. А также мы поговорим о том, какой будет весна в этом районе и как сам район преобразится, может быть, даже до конца 2022 года. У нас в гостях Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета администрации индустриального района. Добрый день вам, Мария Викторовна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот действительно весна наступает, и это не самое сейчас благоприятное, не самое красивое, возможно, даже время года, и у многих возникает момент, что они недовольны состоянием непосредственно любого в районах Хабаровска. Как с приходом теплых дней изменится сам район и действительно про благоустройство и про преображение его? Да, действительно, снег у нас растаял и появилось очень много мусора, но на сегодня в индустриальном районе работают подрядные организации по сбору мусора. Также комитетом проводятся санитарные пятницы, мы тоже выходим на уборку мусора. Также МОП Южная у нас убирает уже песок, вот машины ездят, прибордерную зону очищают. Работниками комитета уже ведется работа с руководителями предприятий и организаций всех форм собственности, которые расположены на территории индустриального района. Мы разнесли письма, сказали, напомнили, что 23 апреля у нас общекраевой и городской субботник, но надо выйти на уборку территории пораньше и привести в порядок прилегающую территорию. Также мы прошли по частному сектору, разнесли уже 550 писем тоже в частный сектор, чтобы жители индивидуальных жилых застроек тоже приняли участие в субботнике и навели порядок возле своих домов. Мария Викторовна, извините, что перебиваю, у меня возникает вопрос чисто обывательский. В связи с тем, что, скорее всего, вы не первый раз носите эти письма, не первый год уже субботник, насколько эффективна эта работа? Действительно ли это влияет на то, что район становится краше? Ну, такая работа влияет, но, конечно, не на всех, потому что есть и такие, которые ждут субботника, чтобы во время субботника. Но в основном все предприятия убирают свои территории до субботника. Вот в субботу, в эту субботу, волонтерами мы планируем провести, так сказать, акцию по уборке территории на дамбе, которая у нас очень большая дамба, где у нас любят гулять жители не только индустриального района, но и жители города Хабаровска. Поэтому мы уже выходим на уборку дамбы. А в какое-то время надо выйти? Ну, если вот сейчас кто-то захочет присоединиться непосредственно к акции, в какое время это будет происходить? Или можно, опять же, куда угодно выйти? Ну, можно выйти, как вы говорите, куда угодно, а можно присоединиться к этой акции. То есть мы планируем в субботу в 11 часов выйти на уборку дамбы. То есть сбор у нас будет возле арены Ерофей, и студенты-волонтеры у нас начнут ее уборку. А она сейчас не очень в хорошем состоянии? Ну, не очень в хорошем состоянии. Во-первых, много надписей появилось, ну и также мусор, который появился. То есть конкретно и на дамбе, и на прилегающей территории возле дамбы. Ну, это потенциально самая большая набережная, сколько я знаю, чуть ли не всего, не всей России, да, и хотелось бы, чтобы она была действительно красивой и замечательной. Также мы планируем высадку 200 саженцев деревьев. Будут у нас они высажены на улице Сусоева, на Кубика, на Широнова. То есть планируем большую такую акцию. Также еще в рамках акции «Посади ребенку дерево» мы будем садить 80 деревьев в парке Гагарина и 20 берез в сквере «Березовая роща». Ну, то есть это будет создаваться отдельно, чуть ли не парки? Или это как? Или это просто отделение дорог? Нет, вот, например, в парке Гагарина, вы знаете, что там много деревьев уже посажено. Сквер «Березовая роща» мы в прошлом году уже садили там деревья. В этом году мы продолжаем, потому что этот сквер у нас был благоустроен. И на Сусоева там у нас есть памятник, и мы будем вдоль дороги высаживать. То есть также будут высаживаться в основном это еще вдоль дорог, где деревья не смогли перезимовать. Даже при благоприятной среде, при благоприятной зиме. Я знаю, что сейчас, в ближайшее время, начинаются голосования по комфортной среде, потому что и непосредственная уборка на субботнике самого района, и высадка деревьев – это создание благоприятной среды, комфортной. Но можно же что-то еще каким-то образом повлиять? Да, вы знаете, в прошлом году тоже вот было голосование, и индустриальный район вошел в пятерку лучших победителей этого голосования. И в этом году у нас будет сделан сквер пересечения улиц Ворошилова и Рокоссовского. То есть там появятся малоархитектурные формы, лавочки. То есть будет сквер, хороший сквер, где можно будет прийти, посидеть, отдохнуть. И с 15 апреля у нас начинается голосование, новое голосование на те скверы, которые будут уже благоустраиваться на следующий год. Первый этап, вот у нас был с 5 по 20 февраля, проходил первый этап. Какие же скверы войдут в это рейтинговое голосование? И вы знаете, очень мне отрадно, что на первом месте вышел сквер по всему городу Хабаровску. По всему городу Хабаровску. Это сквер, который у нас расположен пересечением улицы Суворова, улицы Ворошилова, 17, 23, 29. Но многие этот сквер еще знают. Мы в прошлом году поставили там топиарные фигуры. И одна из фигур это Мишка Тедди, как его назвали. Очень много почему узнали про этот сквер. У этого Мишки сначала украли мяч, ну то есть голосование тоже было. И вот мы хотим, вот я просто пользуюсь случаем, хочу всем жителям индустриального района предложить проголосовать вот за этот сквер, чтобы этот сквер... Ну это, почему именно этот сквер? Потому что это центр индустриального района улицы Сувора. В центре ей не бывает. Да. И очень бы хотелось, чтобы он вошел и на следующий год, чтобы его благоустроили, и он стал центром притяжения всех жителей индустриального района. Также в перечень у нас вошел сквер парк Гастелло, сквер по улице Аксенова. То есть жители, когда начнут голосовать, то они увидят перечень нескольких скверов. Но вот хотелось бы, чтобы вот именно вот этот сквер победил у нас. У нас сейчас как раз есть титр о том, где именно непосредственно будут эти голосования. Пусть люди воспользуются этим правом. И еще раз напомните даты, с какого по какого, чтобы они успели. С 15 апреля по 31 мая. Вот вы же не первый год уже в администрации индустриального района. Да, и мне бы хотелось интересно, а вот эволюционный есть путь, когда вы начинали, и насколько благоустроеннее район стал вот сейчас, к нынешнему моменту? Такое замечали? Ну, есть у нас такие скверы. Вот мы два года тому назад у нас в районе, когда было 75 лет победы, то есть мы сделали, на улице Суворова у нас стоит, значит, знак победа. Мы сделали, благоустроили сквер возле администрации. 16 улиц, названные 16 героями, которые Великой Отечественной войны. То есть мы стараемся, чтобы скверы появлялись, чтобы появлялись вот такие вот места, где можно прийти, посидеть с детьми даже, поиграть и отдохнуть. И не только с детьми, но и также пожилые люди, потому что не у всех есть возможность выехать на дачу, не у всех есть, а здесь вот прийти, посидеть в тишине, так сказать, в тенечке и отдохнуть. Ну, а зеленение, как в домашних условиях, ну, если мы берем квартиру, оно создает уют непосредственно и в помещении, и, получается, и в районе. Да, поэтому администрации города проводится очень большая работа. Гор Зеленстрой проводит большую работу по высадке деревьев, не только в индустриальном районе, но вообще в городе везде. Ну, все же говорят, город Хабаровск – зеленый город. И поддерживаете дальше. Да. А какие деревья выбрали? Ну, чтобы, может быть, кому-то есть возможность, там, вы говорите, акция «Посадить дерево ребенку». Да. Может быть, есть возможность выбрать? То есть это сосны, это рябина будет, на березовой роще березы, потому что прям название такое. Ну, то есть разные деревья. Ну, еще один важнейший момент, как раз у нас почистые грунты, зима проявила себя по-разному, ремонт дорог явно напрашивается, и у многих есть некоторые претензии непосредственно к дорогам. Вот как будет в индустриальном районе? Ну, в прошлом году жители нашего индустриального района видели, что у нас были отремонтированы много улиц. Это Вилюйская, Матезалки, Ульяновская, Магаданская, Эвазовского, Флегантово, Урицкого. Ну, то есть перечень улиц большой. В этом году также в рамках безопасной и качественной дороги мы продолжаем ремонт этих дорог. Ну, и вот в этом году у нас будет отремонтирована улица Черняховского, Репина, Сурикова, Центральная, Сунгарийская, Ургальская, Бахова, Сысоева. И еще хочу сказать, что в этом году у нас делают дорогу, которую мы ждем уже давно, которая идет у нас к станции Красная речка, это Пассажирская и Яблоневая. Она у нас давно в проекте, сейчас ее приведут в безопасную, как я сказала, качественную дорогу, чтобы в дальнейшем пустить автобус, который будет соединять станцию Красная речка с индустриальным районом. Не с индустриальным, а с южным микрорайоном. Микрорайоном, да. Ну, то есть логистика наладится непосредственно, там тем более, что люди непосредственно об этом просили. А есть такое еще понятие, ну, более местечковое, да, у людей их объединяют дворы. Дворы. Преображаются ли дворы в индустриальном районе? Если да, то как? Да. Вот вы знаете, в прошлом году, значит, вот в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды, у нас в районе было отремонтировано 42 объекта. Сюда входят и Краснореченская, 183, и Автобусная, 8, и Болочаевская, 28. Ну, то есть много, как я уже сказала, значит, 42 объекта. Также в прошлом году у нас муниципальные гранты получили на благоустройство. Это 11 таких вот территорий, дворовых территорий у нас были. Это и плюс еще 16 адресов, где у нас были установлены малые архитектурные формы. В этом году у нас 12 объектов вошли в программу «Тысяча дворов». То есть это у нас будет улица Блюхера, но это не один дом, а это комплекс домов, который будет... Приятно слышать. Да, комплекс. Это вот Блюхера 1, 3, 12, 20. Блюхера 1А, 2, 4, 10. Ну, вот есть... То есть есть не только в центре, вот как Блюхера, да? Есть, например, улица Вилюйская 1, 3, переулок Кедровый 3, 4. Это Красная речка. Есть Союзная 2, улица Краснореченская 5, 7, 9. Ну, то есть разброс такой везде, вот в индустриальном районе есть такие дворы, которые будут сделаны. А скажите, пожалуйста, что люди хотят, вот когда они участвуют в этих грантах и когда благоустраивают, в том числе, участвуют в инициативе благоустройства своих дворов, на что они обращают внимание, что они в итоге, ну, желают отремонтировать? Ну, вы знаете, в основном это благоустройство, то есть тротуары, чтобы дорога была хорошая, это детская площадка, ну, и освещение. Освещение, ну, да. Как раз для безопасности, непосредственно, города. Если вдруг кто-то сейчас услышал, что программ великое множество, вот где можно в чем участвовать? Как еще, например, проучаствовать? Ну, еще, чтобы благоустроить свой двор, свою территорию, то у нас есть ТОСы. То есть ТОСы – это территория, значит, такая вот общественное самоуправление, она так и называется. То есть это инициативная группа создает ТОС и делает. То есть вот в прошлом году, в 20-м году у нас в индустриальном районе, да и в городе Хабаровске не было вообще ТОСов. Все ТОСы стали создаваться с 21-го года. И в 21-м году у нас на территории района 5 ТОСов выиграли краевые гранты и 11 ТОСов выиграли городские гранты. В этом году опять уже прошел краевой конкурс, у нас также 5 выиграли ТОСов. И на сегодня 23 ТОСа подали уже на городской конкурс. На сегодня в индустриальном районе уже создано 43 таких вот ТОСа. Вот я хочу остановиться на одном адресе Ворошилова 5А. Это не центр города, это вот, так сказать, окраина, можно сказать, индустриального района. Там инициативная группа, они выиграли грант в прошлом году краевой, в прошлом году городской, в этом году краевой и подали опять на город. То есть они свою территорию заасфальтировали, сделали дорожки, сделали освещение. Ну, все практически, наверное, уже, но еще не все. Теперь они подали еще на детскую спортивную площадку, чтобы сделать. То есть все зависит от инициативы жителей. И от аппетитов, и от желания. Да. Как вы хотите сделать свою жизнь красивее и комфортнее. Поэтому вот некоторые говорят, да что вот, нет, это неправда. Вот я говорю даже вот на примере вот этого вот ТОСа, что, ну, захотели и трижды выиграли. То есть в комитете можно обратиться к нам в комитет по управлению индустриальным районом по телефону 40 90 29. У нас специалисты оказывают помощь, проводят встречи на жилмассивах, помогают писать гранты. И потом, когда вот уже идет реализация грантов, то есть они вот прям сопровождают, чтобы эту реализацию грантов. Ну, а если вдруг у вас пока еще нет желания и нет еще идеи, каким образом преобразить ваш двор или улицу, то можно поучаствовать в голосовании о комфортной среде. Сайт вы тоже, опять же, сейчас увидите. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас назвали улицу Ворошилова, а я столкнулась в своей голове с вопросом. А все ли помнят о том, кто этот такой человек и почему именно его именем названа улица? Вот я знаю, что вы хороните память. Ну, вот как раз я отвечаю на ваш вопрос, все ли знают. Вот для того, чтобы все знали, кто такой был Ворошилов, то есть на территории индустриального района, как я уже сказала, 16 улиц названы в честь участников Великой Отечественной войны. И вот на всех этих улицах мы сейчас ведем работу такую, устанавливаем QR-коды. В прошлом году мы установили такие QR-коды на улице Ворошилова, на улице Рокоссовского, на улице Малиновского. В этом году... Военачальников. Да, в этом году мы продолжили эту работу, мы уже на улице Черняховского, на улице Сысоева и на улице Флегонтова. В апреле месяце также мы, значит, будут установлены эти QR-коды у нас на улице Олега Кашевого и на улице Панфиловцы. И до конца года мы установим QR-коды на всех вот этих 16 участников Великой Отечественной войны. Это и Шевчука, и Чекалина, и Павловича, и Колораша, Заслонова, Гастелла, Вахова. То есть вот на всех этих улицах будут эти QR-коды. Для чего нужны эти QR-коды? То есть, когда мы проводим мероприятие, мы прям старшеклассникам, детям говорим, у всех есть телефоны сейчас. Они наводят свой смартфон на этот QR-код, и они читают именно автобиографию... Ну, биографию, скорее всего. Ну, да, биографию этого человека. Они знают, что он сделал, и почему названа улица в честь этого человека. А кто подбирает эту информацию непосредственно? Мы работаем совместно с архивом правительства Хабаровского края. Вот, они нам готовят это. И в наше время не только дети, но и даже взрослые некоторые не знают или стараются забыть, или стараются просто не знать, кто же все-таки герой, благодаря кому мы с вами живем. Ну, да, и либо имена этих героев становятся нарицательными и, ну, несколько искажается иногда восприятие, этого человека в связи с тем, что какое-то учреждение находится на этой улице. А скажите, пожалуйста, вот мы с вами сказали, собственно говоря, о весне, о благоустройстве, о работе в течение всего года, о голосовании за комфортную среду. Но существует же еще и лето. Да, и лето существует. Это будет тёплый период, да, у нас короткая весна. Скоро лето придет. То есть в летний период для детей, ну, не только индустриального района, в городе Хабаровске будут созданы рабочие места, это трудовые отряды старшеклассников. То есть у нас в районе будет 34 таких трудовых отряда, 512 детей будут выполнять работы по благоустройству, по оказанию помощи старшему поколению, проводить культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия. И ребята за это еще и будут получать деньги. Как можно устроиться в эти отряды, как родители, может быть, должны? То есть это в школу, обратиться в школу, и во всех школах все знают про эти трудовые отряды старшеклассников. И с 14 лет. Это важно. Да, с 14 лет это важно. То есть ребята трудоустраиваются. Также... Большие зарплаты. Ну, нет, зарплаты небольшие, символические, так сказать. Но еще важно то, что ребята там не только трудятся, но они трудятся до обеда, например. А после обеда они проводят совместные мероприятия. Поэтому это дружба, это вместе, это и мероприятия не только в районе проходят, но и в городе. То есть они соревнуются, они готовятся. Ну, то есть это тоже интересно. Вот. Также комитет по управлению индустриальным районом курирует загородный лагерь «Мир детства», который у нас находится на Воронеже. То есть в этом лагере планируются 4 смены по 20 дней. Первая смена у нас будет с 4 июня уже. То есть ребята могут поехать вот в этот лагерь. И мы планируем, что 1240 детей города Хабаровска отдохнут у нас в этом лагере. Ну и также у нас в районе работают 16 советов по работе с детьми и молодежи на жилмассивах. Работают 12 инструкторов-методистов. Поэтому будут проводиться на жилмассивах мероприятия. То есть если кто-то не уехал в лагерь, не попал в трудовые отряды, будут работать городские здоровительные лагеря, ну и жилмассивы. В общем, лето будет, хоть и обещают его прохладным и влажным, но все равно будет горячим и интересным. У нас в гостях была Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета администрации индустриального района. Напомню, что вы можете проголосовать за комфортную среду на сайте, который сейчас вы увидите у нас на экране. И сможете преобразить в том числе и индустриальный район, свой район. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте «Хабаровск-тв.ру». Я, Надежда Выходцева, прощаюсь с вами. До новых встреч. Любите Хабаровск. «Хабаровск-тв.ру» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова